Приветствую, друзья. Пока мы ждём Романа Газенко и Острецова Игоря Николаевича, чтобы подарить им ромашки обещанные. Сейчас Александр... Здравствуйте, друзья. Честный купец. Честный купец. Да, честный купец, которого давно ждали и просили меня с ним познакомить. Вот он пришёл ко мне в гости и тут же я его попросил, чтобы мы видео сделали. Давай свои вопросы. А сегодня у меня вопросы касаю на тему семейной жизни. Ну и не только. Значит, вот первый вопрос. Понятно, что если острый стресс, то по методике ключ его можно снять. А как быть с грустью, с такой тихой грустью, когда человек спокоен, когда он особо не нервничает, но почему-то тоскует? Это у меня так бывает. Вот мне вчера приснилась, например, девушка. Да, и позвонила сегодня какая-то девушка. Я подумал, не она ли. Но я в телепатию не верю. А вы там пишите, вы верите в телепатию или нет. Я её просто нарисую, девушку, как я рисую свои картины. Вы только никому не говорите. А то все мужчины начнут рисовать девушек, вместо того, чтобы знакомиться с реальными девушками. Ну и я шутник, это всё понимает. Давай дальше. А как быть, если жена и муж эмоционально разные? Жена эмоциональная, она кричит на мужа, а муж при этом молчит, сдерживается. Как им синхронизировать свои нервные системы в браке так, чтобы они умножали совместную любовь? Очень важный вопрос. Спасибо, Саша. Дело в том, что как раз эти в следующей книжке моей, которую выпустит Амри Тарось, которая уже выпустила Наташа Кузьмина, книжки, смотрите, пожалуйста, на... Вот звонит кто-то тебе. Да, и пожалуйста, там как раз будет комната психологической разгрузки, которая всегда с тобой. То есть ты сможешь всегда, как мыльный пузырь вот так взял, надул. Да, вот точно так, как из кармана вытащил, как бы, комната психологической разгрузки, где вы все сможете снимать лишнее напряжение и сохранять в семье мирные отношения. Очень хорошо. Да, давай дальше. Ещё один вопрос. Как снимать физическую боль? Вот, не знаю, обжёгся, ударился. Да, создавай вторую доминанту. Например, вот рукой ударился больно, нажимай все пять пальчиков. В щи отцу. В щи отцу. То есть ты создаёшь вторую доминанту мозга, и первая доминанта, когда у тебя больно, вон там, вот в локте, например, она не заполняет всё твоё внимание. Вообще-то боль – это направитель внимания. Потому что, когда человек, когда у него ничего не болит ни в душе, ни в теле, он о себе не думает. А как только где-то что-то заболит в душе или в теле, он сразу начинает себя, как бы, помнить, и у него возникает стресс, и главное – не зависать в стрессе. Поэтому надо всех научить в комнате психологической разгрузки, как не зависать. Я вот расскажу, что ещё нужно в смене доминанта не переусердствовать, потому что как-то раз у меня была такая в детстве ситуация. Я обжёгся, у меня волдырь, мне больно. А я где-то слышал, что если у тебя больно в каком-то месте, то ты себе делаешь больно в другом месте, и тебе становится легче. Правильно, как вы решили. Поэтому я взял ножик и разрезал себе палец на другой руке. И вместо этого у меня стало болеть два пальца. Поэтому вот не берите такой опыт. Слушай, я юморист, а ты честный купец. Поэтому ты юмори тоже. Потому что кто-то возьмёт себе и начнёт разрезать. Это была шутка. Ну, как бы это детский опыт, который… Вот Роман Газенко пришёл. Открой, пожалуйста. А мы с вами поговорим пока ещё немножечко. Так, Роман Газенко пришёл. Сейчас картину, которую он по формату себе выбрал, и там я её ромашку эту нарисовал. Он её сейчас заберёт. Заберёт. А мы с ним тоже сделаем видео. Тоже сделаем видео. Сейчас я его уговорю об этом. Потому что мы скоро сделаем вебинар с Романом Газенко и вебинар с Оленом, с моим сыном, с Оленом Алиевой. Это будет два потрясающих вебинара о комнате психологической разгрузки, о которой я говорю. Вот пришли, вот пришли. До связи, друзья.